Мне зовут Мэтью Би Луис Мурано. Я живу здесь, на Fire Island Ocean Beach. Это ресторан нашей семьи, которому уже 48 лет. Мой отец с братьями построили этот ресторан в 70-м году из дрейфующих обломков, прибитых к берегу. Начинали они с бумажных тарелок и пластиковых вилок. С тех пор ресторан так и работает. Конечно же, за все эти годы что-то поменялось. Мы делали ремонт и перепланировку. Но в основе ресторан остался таким, как и был, и с такой же энергетикой. Это мой дядя Винсент. Привет, как дела? Простите, меня там клиенты ждут. Вот он здесь, на этой фотографии. А вот мой отец. Мой дядя Кейси, к сожалению, он умер. И мои бабушка, и дедушка. Все они основали этот ресторан. А вот коллажи разных лет, по декадам. Начиная с 70-х, потом 80-е, 90-е и так далее. Вся история этого места в коллажах. Очень много воспоминаний в этом коридоре. Это лампа со дня открытия. Она висит в 70-х здесь. Можно ее покачать. Нет, я шучу, конечно же. Наша реликвия. Здесь много вот таких бревен, просоленных океаном. Это то, что они вылавливали из океана, и из чего строили ресторан. Потому что у них не было денег на материалы. А вот осеток, доисторический. Его поймал мой дедушка. Он был рыбаком. Он приехал сюда из Сицилии. Это мой брат Адам. Он бармен. У нас работает 70% семьи и 30% наемных рабочих. И когда люди со стороны начинают вливаться в нашу семью, сначала им приходится иметь дело с хаосом семейного бизнеса. Но в конце лета они довольны. Они чувствуют себя частью семьи. Это моя приемная мама Джен. Она здесь вечность. Она помогает вести бизнес. И мой самый любимый приемный сын Мэтт. А вот мой отец. Он здесь 48 лет. Все так же готовит. Я готовлю с 13 лет, а сейчас мне 71 уже. Мы тут все работаем. Мои братья, мои дети, мои племянники. И твоя жена. И да, конечно же, моя жена. Я занимаюсь документалистикой всю свою жизнь. Поэтому одна из главных причин поехать в Украину – это задокументировать то, что там происходит. Я спонтанно купил билеты и сказал семье, что я еду в Польшу. Сначала я собирался на несколько дней. Я прилетел туда 25 марта, в свой день рождения. То, что я увидел на границе – бесконечные потоки женщин с детьми, с животными, старики, которые покинули свой дом. Это разрывало мое сердце. Я не говорю на украинском. Я общался через гугл-переводчик. Писал, что я документалист из Америки. Если вы хотите рассказать вашу историю, я ее запишу. И потом переведу. Обычно люди соглашались. И так я записал много историй. Я должен был лететь домой через 9 дней. Но я решил поменять билет и поехать в Украину. Я купил билет на поезд. Я ехал в никуда, никого не зная. Я был в Буче, в Бородянке и в других маленьких городках. В основном я видел пожилых женщин, сидящих на разваленных своих домов. Было невыносимо слушать их историю и видеть их слезы. Меня пропустили в деревню Мощун. Там, где украинские войска стояли насмерть, чтобы не захватили Киев. 99% от деревни уничтожено. И там сейчас много мин. Я подписывал документ, что осознаю, что могу погибнуть от мины. И несу за это ответственность. Мы живем в мире, где картинки сменяются очень быстро. Спорт, новости, развлечения, война. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сменяющийся контент. У людей хватает внимания на короткий период. Я надеюсь, что мы продолжим говорить о войне и о том, что происходит в Украине. Сейчас я дома, в безопасности. Смотрите, какой здесь рай. Я вижу в Фейсбуке моих друзей в Украине, которые все еще в этом кошмаре. Почему я живу этой жизнью, а не той? Это все так сюрреалистично. Такие две разные реальности на одной планете. Почему они должны жить эту жизнь?